На другой конь попробуй скорость Все, ладно Лучше не сможем машину поставить, потому что она уже просто не едет Лучше В общем, у нас, видимо, полетел, сломался автомат Машина не едет, вот, мы ее оставляем тут И все Я расстроена уже Ну и как вы поняли, ребят, я опять пересела в кольта И поэтому, чтобы мне сильно не расстраиваться Я зашла, короче, на Play Market Скачала себе игрулю, которая по рекомендациям выскочила Там самая популярная игра называется Викинги И я, короче, там реально залипла Викинги похожи на знаменитые стратегии из 2000-х годов Только уже онлайн и на мобильном телефоне Многочисленные битвы между странами просто, на самом деле, захватывают дух Недавно у нас состоялась долгая суровая битва между русскими и американцами Я думаю, многим было бы интересно поучаствовать Еще, кстати, там всем новичкам раздают по 200 золотых монеток Но только по моей ссылке Так что, знаете, да, куда переходить после видео Итак, ребят, для тех, кто не понял, что произошло со Sky Как я понимаю, у нас полег автомат То есть мы заводим, двигатель работает отлично Сейчас я вам это все покажу А включая передачи, да, ну, положение автомата То есть крутящий момент не передается на колеса Соответственно, машина не едет Сейчас будет немного свистеть ремни То есть двигатель работает отлично Ну, если это, конечно, можно так назвать, что он работает отлично Теперь попробуем включить автомат Включаем, например, заднюю Даем газу И стоим на месте То же самое в любом другом положении Также вперед мы не едем Вторую мы не едем Первую включаю, тоже мы не едем Я сильно не расстроилась, потому что, в принципе, за 100 тысяч и умерший автомат это, ну, видимо, норма Но мы вообще так и рассчитывали, что коробку и двигатель мы будем вместе менять Что произошло, то произошло Немного не доехали до МРЭО и не поставили машину на учет Вот и та самая станция, где будет уже совсем скоро стоять Skyline Именно вот на этом месте Скоро марка отсюда уберем И здесь все будет и происходить по большей части именно технически Двигатель и коробку точно мы будем делать именно на этой станции Теперь, что касается, какой же все-таки двигатель и коробку устанавливать в Skyline Я эту тему всю знаю поверхностно Поэтому мне нужно именно мнение специалистов Советы специалистов, которые в этом понимаются, разбираются, сталкивались Какой мотор лучше поставить, в какую коробку Оставить его в дом или сделать его заднеприводным В общем, машина должна у нас быть городской Но в то же время, чтобы когда надо, можно было вольнуть Конечно же, потом я вам расскажу, сколько это будет стоить все И вместе с вами мы уже решим, что и как мы будем делать со Skyline Ну что, ребят, знакомлю вас со специалистом Зовут его Олег, который будет помогать мне в техническом плане Поднимать Sky с колен, устанавливать двигатель, коробку и так далее Олег, ну в общем, расскажи свое мнение Как ты считаешь, что лучше свапнуть в этот мой Skyline? Какой мотор, какую коробку? Ну, возьмем мы базу RB25DET Neo Как у него немного измененная головка по соотношению RB25DET обычного И в стоке имеет уже 280 лошадиных сил при 0,7 буста Какую ты советуешь ставить коробку? Нет, желательно, конечно, толстую Толстую брать RB, что можно ГТР Переделать ее под задний привод Можно взять... Полный привод, да, с раздаткой Раздатку мы как бы кастрируем И получается полноценная заднеприводная В принципе, она держит там 600 лошадиных сил без вмешательств То есть это более бюджетный вариант? Да Ага, ясно И эффективный более Ну, конечно, если есть деньги, возможность и... Ну, нет денег, нет денег Откуда деньги? А, денег нет Я блогер Денег, как известно, нет? Есть вариант, можно поставить коробку с Mazda RX-7 Допустим, покупаешь ты GZ Ты что делаешь? Купил насос, бустапнул и забыл С SRB такая система не прокатывает То есть в RB надо постоянно вливать? Надо просто один раз подойти к нему и подготовить его полностью У RB, ну, даже еще веселее GZ То есть мы это сможем с тобой сделать во избежание всяких проблем, да? Да Сможешь? Смогу Точно? Отвечаешь? Отвечаю Ну, смотри мне Мы это проверим Параметром 245, 35, 18 То как бы, ну... 18-ю, то есть, да, ты советуешь? Ну, 18-ю 18-ю, с зависимости... Еще зимой можем будет ездить на такой машине? Да, без проблем Автомат, ну, как бы, это же для города машина все равно Ну, почему? Люди, которые занимаются профессиональным драгом, они, как бы, автомат ученингуют Но это дорого очень Это очень дорого Ну, понятно Ну, на обычном автомате для турбового мотора, не дорабатывая его, вольнуть не получится, да? Получится, но недолго А, то есть автомат быстро умрет Да Разобьет, фрикционная ситуация Так что, самая лучшая эта коробка Ладно, мы тебя услышали, подели, поехали дальше Итак, ребят, я вышла на улицу, и до меня только дошли слова Олега То, что о резине-то тоже надо будет задуматься, какую резину поставить И если я собираюсь где-то дрифтовать, раздавать и сжечь резину, соответственно, мне желательно взять комплект новый Поэтому вместе с вами мы сейчас приценимся на уже вам известном сайте Екаталог Указываем размер 18-й Ну, как и Олег посоветовал 245-35 Конечно, желательно, как и Японию хотелось бы, чтобы надолго хватило и не было никаких казусов Так, что нам предлагает Екаталог? Бриджстоун за одну покрышку 6200 Нормально, нормально Это недорого Мишлен вот есть за 9600 То есть комплект по минимуму, если бриджстоун брать, бриджстоун это Япония 25 тысяч рублей Если брать что-то уже посерьезней, понадежней То это можно Мишлен Но Мишлен уже будет порядком 40 тысяч рублей за комплект Поэтому устанавливаем двигатель, коробку Занимаемся ходовкой И все, что останутся, деньги Если останутся, конечно же, нам надо хорошую резину И поэтому мы теперь знаем, сколько она стоит И где ее можно выгодно купить И вот еще один из специалистов, который поможет мне Именно ты являешься человеком, который руководит всем процессом Что связано по машинам, которые подготавливаются для соревнований в дрифте Ну, все верно, да Хочу, чтобы машина была городская, но в то же время можно было, когда нужно, вальнуть Любой стандартный двигатель, ну, что-то он может, что-то он не может Поэтому, ну, 20-30 сил радио Разницы, они роли никакой не сыграют, когда ты начинаешь Хорошо, а так как у меня машина полный привод Стоит ли ее оставлять в полном приводе или лучше все делать на задний привод? Не, ну, если говорить о дрифте, то классический полный привод точно не подходит Даже для начинающего? Ну, совсем никак вообще Даже если там есть какая-то фишечка, которую можно отсоединить или предохранить Или выдернуть, и у тебя будет работать только задний Но выворот колес будет ограничивать привода передние Можно ли ездить на автомате? Где-то раздавать на автомате? Ну, если только руль крутить в разные стороны и все Должна быть жесткая сцепка двигателя с трансмиссией и заднего редуктора, скажем, с колесами То есть автомат, это гидромуфта, газ пока нажал, пока там давление появилось в автомате Пока колеса начали вращаться, уже можно проехать мимо и доехать Короче, для начинающего человека это будет очень сложно на автомате что-то либо сделать Смысла просто в этом нет, тратить время свое на то, чтобы учиться на автомате Какая коробка мне нужна? Лучше, конечно, сразу взять толстую, так называемую С турбоскайлайна, потому что все остальные варианты, они как бы ненадежные, скажем так Может быть, GZ поставить? Ну, по практике нашей команды, я могу сказать, что он несколько надежнее, если говорить о стандартном двигателе То есть берем RB25 стандартный, берем, допустим, один GZ, примерно одинаковая ценовая категория Один GZ более надежный У нас все Ниссаны ездят на GZ А обязательно ставить задний дифференциал, либо заваривать, либо ставить, чтобы одновременно крутились два колеса Или будет достаточно того, что вот у меня сейчас есть? Ну, на одной машине, так называемой, у тебя наверняка там открытый дифференциал Ну, максимум может стоять вискомуфта стандартная Она не подходит для дрифта Самый бюджетный вариант это заварить редуктор Кто-то может сказать, там, это не очень план хороший, это бюджетный вариант Ладно, спасибо большое, давай пятюню Все, успехов нам Он с тобой Так, вот, Сергейская, вот, в поколении, да? Какой мотор лучше ты мне посоветуешь, какой поставить? По моему сгуболичному опыту, мнению Вот, это лучше будет поставить RB25 Детнео То есть берем 25 Детнео, ставим толстую коробку Ставим толстую коробку, ставим нестюновские мозги Поднастраиваемся, ставим топливную рейку с форсунками на 550 литров в час И также ставим топливный насос по 255 литров в час И, в принципе, мы готовы ехать и наваливать и наказывать Так, это владелец СТО, СТО, где я работала когда-то Да, и плюс по совместительству болезнь у него есть одна СКАЯми болеет он Так что, Лень, ну расскажи, какой мотор лучше свапнуть мне в СКАЯ? Ну, я думаю, лучше поставить, конечно, RB26 26? Только его не найти, не треная, он стоит много денег Да, он стоит очень много денег, поэтому оптимальный вариант, я думаю, RB25 ДТ Так вот, если по-честному, блин Честно говоря, наверное, блин, GZ-то понадежнее будет А, то есть, значит, так, да? Но все равно, почему-то ты ездишь на СКАЯх, а не на марке Ну, это, понимаешь, это... Человека зависит, поэтому... Кому-то надежность надо, кому-то там нравится, как работает мотор Эмоций больше получаешь? Ну, механику, да Да, и тут логически подумать, то 25-ю коробку толстую вставить Толстую, да? Да То есть, GTR, которая, да, идет? Ну, она, да, она на RB26 тоже вставится Не, можно поставить худую, ну, развалится, быстрее просто будет Ты за надежность, ты за надежность и за то, что действительно в чем уверен Жаль, меня тут нет, да? Жаль? Ну, вспоминаем, да, частенько Хорошим словом Ну, слава Богу То есть, сделать его в удобном на автомате На нелегал можно ездить, всех драть только так Всех заднеприводных вешек, так же и скейлайнов Можно, конечно же, сделать заднеприводным То есть, получать удовольствие от машины, да? То есть, там, где-то дрифтануть Но тут уже кому как То есть, если полный привод, ты будешь ехать за старта, хорошо? Да, да, на заднем приводе машина будет, в принципе, стоять, пустовать, да, как он сейчас поехал, а он стоит на месте А если вот, так скажем, двух зайцев убить и сделать машину четыре везде, но, я знаю, есть какая-то там фишечка, когда ты отключаешь и можно все равно дать Можно, да, вольнуть боком Я так и делал, у меня же был водовый скейлай Я так и делал, да Выключал, то есть, кнопкой ВД, и все, я задними колесами дымил Нормально Я уже сам подумаю, какую-нибудь корчу себе водовую собрать, чтобы приезжать на Казы все На РБ водовым Ну, говорят, дорого стоит, да? Чтоб GZ плакали Потому что у меня машина мощная, 700+, но я на русский остров, но тоже самое нелегал, не могу на ней поехать Потому что я буду буксовать так, что еще кого-нибудь соберу там по всем обочинам А коробка, не коробка, если умеете ездить на коробке, то надо ставить коробку Если как бы не очень получается, то лучше ставить на автомате Не, ну я умею, я умею Ну, конечно, тогда купить коробку Я на Жигах училась Ну, Анна, спасибо за совет, так уж и быть, GZ не будем ставить Нет, GZ не надо ни в коем случае скалайн ставить, это вообще кощунство, я вообще таких людей не понимаю Только РБ, потому что РБ это песня, как он звучит, как он едет, как он винтится, GZ просто плачет Так, завязываем Нет, не надо, все там рулится Что, вышка не отстой, да? Нет, вышка хорошо Вышку просто понять надо Ну что, ребят, вы все слышали, что советуют специалисты, какой двигатель ставить Лично мое мнение, ставить туда нужно РБ-25 Детнео все-таки Я думаю, за счет того, что он помощнее, он будет повеселее Это мое мнение Дальше, коробку механическую То, что на автомате, как я поняла, если как-то давать угла, то это нужно уметь Для начинающего и для вообще, даже, ну короче, чтобы давать угла лучше механика В общем, жду ваши советы, жду ваши рекомендации Пишите комментарии, какой вы считаете лучше ставить двигатель, какой вы считаете лучше ставить коробку Также, что касается, там, сцепления, выхлопа, какой-то топливный насос ставить и так далее В общем, в следующем выпуске мы будем уже составлять план, что делать, как делать И, скорее всего, уже возьмем двигатель, который будет у нас стоять в Скайлайне На который мы будем наваливать Так что, всем пока, жду ваши советы и всем до новых встреч Молодец, вместо отжал, пидор Так, ну что, ребят, я вам за... Что мы ставим в моего Скайл? Твое личное мнение? Сучи, ты потры В принципе, какой для начинающего... Пу** Томанка-то говно несусь светлая со своей, блядь, передней подвеской Макферсон-залупа, которая, блядь, на поворотах вылетает шаровые, рвет крылья Говно только по прямой, блядь, есть, управляемости ноль, маневренности ноль К ней он точно так же, блядь, JZ-контуженный, блядь, со своей системой BVTI-дерявой, блядь Да я хуйная, блядь, хуйта